Давайте начнем. The Sun публикует интереснейший отчет Института Хадсона. Люк Кофи и Питер Раф, авторы этого материала, называется он «Стратегия храбрости». Это некий отчет, который визуализирует реальные шаги со стороны Соединенных Штатов, как сделать так, чтобы Украина победила в этой войне. То есть из названия вы можете понять, что «Стратегия храбрости» это то, чего Байдену сейчас не хватает. То есть Институт пишет о том, что в отчете, что если Конгресс одобрит больший пакет для Украины, то президент Байден по-прежнему не желает уполномочить Киев нанести решительные удары по российским военным. Имеются в виду удары не только на оккупированных территориях, но и вглубь Российской Федерации. То есть в отчете сказано, что цель Байдена не должна быть в том, чтобы поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Мы слышали все эту фразу. Он должен взять на себя обязательство оказывать поддержку до тех пор, пока Украина не победит. Это та самая риторика, которая каких-то еще полгода назад, год назад звучала именно так. Помогать Украине до победы. Сейчас риторика звучит не бросить Украину, не дать Украине проиграть. Где и как сломалась эта риторика, мы с вами только можем предположить. Есть ощущение, что это произошло где-то в середине, точнее весной 2023 года. Конец 2022 года Украина решительно выпихивает россиян из Херсона, выпихивает из Харьковской области и говорит, все, мы готовы к решающему контрнаступлению. Дайте нам вот такую-то номенклатуру оружия. И тут что-то происходит, происходит, перещелкивается что-то, начинаются затягивать нам поставки вооружения, поставляют совершенно не столько, сколько мы просим. И, собственно, чем закончилось контрнаступление со стороны Украины, вы хорошо помните и без меня. Поэтому вот где оно произошло и конец 2022 года Путин угрожает нажать на ядерную кнопку. Кнопку, Шольц летит в Китай, то есть вот здесь эти договоренности произошли и дальше поменялась риторика. Вильнюсский саммит НАТО, мы помним, там дальше коммуникация вообще пошла на спад, сильно на спад, поэтому где-то вот так оно и вышло. И там летом уже говорили о том, чтобы не дать Украине проиграть, а не о том, чтобы Украина победила. Вот Институт Хадсона предлагает вернуть стратегию храбрости, предлагает вернуть тех самых политиков американских, которые когда-то славились своей решительностью и конкретные шаги. Итак, удар вглубь России и оккупированного Крыма, предоставить больше Атакамс, крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов. США и союзники должны обеспечить Украину оружием дальнего действия, которое может попадать в транспортные, логистические цепи, склады, военные базы на всей территории оккупированной Украины и критически важные места внутри России. То есть речь идет о том, чтобы не только Атакамс, но и остальные партнеры, Скальп, Сторм Шэдоу, понятное дело Таурус, Ф-16. Вот из всего этого у нас пока что есть Скальп, Сторм Шэдоу, Ф-16 где-то на подходе, Таурус, Шольц там как-то зажимает. Но когда будут поставки Атакамс, возможно что-то произойдет и Шольц начнет хотя бы окружным путем Таурусы через Великобританию поставлять или через Францию. В общем о чем идет здесь речь? Без ударов высокоточным оружием дальнего радиуса по территории Российской Федерации и Байден должен на это дать добро. Все должны понять, что этой красной линии больше не существует, потому что Украина успешно пока своим оружием работает, но крылатых ракет у нас к сожалению нет, Атакамсов баллистических у нас нет и они бы колоссальный вред наносили именно внутри Российской Федерации. Потому что Россия не парится куда бить внутрь Украины, совершенно никого это не беспокоит. И еще тут целый ряд, там на самом деле большой отчет, целый ряд очень дельных предложений. То есть даже карта предлагается, какие объекты нужно поразить в первую очередь. Понятное дело, что аэродромы и порты, ну в зоне досягаемости того оружия, которое нам могут предоставить. А Атакамсы нам пока что могут предоставить дальностью 165. Как вы понимаете, поразить порты где-то в Новороссийске, но тут не сильно получается. То есть нам нужны гораздо более дальнобойное оружие. И тут предлагается еще одна хорошая цель, про которую я когда-то говорил в одной из программ. То есть Россия продолжает перемещать иранские товары и всяческие разные свои корабли между Каспийскими и Азовскими морями через Волгодонский канал. То есть и в отчете сказано, что это отличная просто цель для удара. Ну и плюс, естественно, предлагается еще лупануть по новой российской военно-морской базе в непризнанной Абхазии. Ну вполне с этим можно согласиться. То есть вот о чем идет речь. Просто пора переходить эту линию. Дальше есть еще несколько важных пунктов, которые касаются Крыма. Крыма, в котором я родился. Я знаю, что тут много людей тоже есть из Крыма. Часто вы пишете. В общем, касается нашего Крыма. В отчете абсолютно четко и понятно сказано, что Украина должна Крым изолировать. То есть помимо Керченского моста, логистические узлы Чангар, значит, еще там пара-тройка мостов, в первую очередь Крым должен быть изолирован. Дальше сделать невозможным существование аэродромов и военных баз российских в Крыму, используя то самое западное оружие в необходимом количестве. Прекрасный, мне кажется, пункт. Единственный момент, что Путин, в принципе, мне кажется, и понимая, что Крым рано или поздно может быть потерян, понимая, что Крым может подвергаться массированным ударам, понимая, что там от Черноморского флота мало что осталось, он может, в принципе, опять начать вот этот свой ядерный шантаж, который успешно у него проходит. Один раз точно мы знаем, что Шольц якобы остановил этот ядерный гипотетический удар, то есть сколько раз этот шантаж применялся, сказать сложно, но один раз прошел успешно, для Путина это сигнал. Все, помчались. Один раз успешно, теперь они у меня там все на крючке будут. Поэтому Крым это ключ к ослаблению путинского режима. Потеря Крыма это, в принципе, довольно серьезный удар, но еще лет пять назад или семь, наверное, пять все-таки, при живом Путине Крым не отдадут никогда. Был такой материал, который я готовил, и есть у меня такое ощущение, что для Путина Крым это, ну это не то, что сакральное, это то, с чем он в принципе хочет войти в историю. То есть это то, что он взял без единого выстрела, то, что он бетонной скрепой притянул к себе в виде Керченского моста. Это Крым для него гораздо важнее, чем Белгород или, не знаю, Курск. Потому что Крым, вот Белгород, Курск, все это досталось ему по наследству, а это он сам притащил, утащил в своем клюве. Понимаете разницу в чем? Вот поэтому такая. И плюс международная эскадрилья, друзья, в отличный пункт, про который начинали говорить, но как-то все потом затихали. То есть о чем идет речь? США и Украина должны изучить возможность создания международной эскадрильи пилотов для полетов на F-16. Пока достаточное количество украинских пилотов не будет готово к боевым операциям. То есть о чем речь? Тысячи пилотов, тысячи точнее самолетов F-16 в 25 странах находятся, в разных. Можно, можно собрать отставных пилотов, и таких достаточное количество. Ну и условно говоря, по модели эскадрильи Lafayette в Первой мировой войне, когда американские летчики фактически составили костяк этой французской эскадрильи, будут по этой модели собрать из разных стран мира отставных пилотов. И я точно слышал, что, по-моему, два или три интервью от разных пилотов, американские и один британский, по-моему, что они готовы, с удовольствием готовы ехать и в Украине сражаться. Или, как минимум, обучать, возможно, другие миссии выполнять. Ну, в общем, есть такая штука. И мне кажется, что, так как у нас, в принципе, есть иностранцы, которые воюют, я сейчас не только про белорусов или про россиян говорю, РДК, Легион, Свободная Россия, но и про представителей других стран, которые приезжают и записываются, воюют за Украину. Поэтому вот по такой же модели очень неплохо было бы сформировать и группы пилотов. Ну и ключевое, мне кажется, в этом отчете, там написано, значит, сделайте, делайте историю. Пригласите Украину на саммите НАТО в этим летом, на юбилейном 75-м саммите в Вашингтоне. Пригласите Украину, покажите, что у вас и эта красная линия отсутствует. Потому что сейчас все выглядит так. А, Россия не хочет, чтобы, ну, не будем даже заикаться о членстве в НАТО Украине. Россия не хочет, чтобы Украине дали Таурусы. Ну, вообще не будем трогать эту тему. Не хочет, чтобы по территории России били. Ну, окей, не будем. То есть, фактически Россия диктует сейчас условия всему цивилизованному миру, где границы в этой войне. А иначе Путин, знаете, как вот так вот ручкой к ядерной кнопочке тянет липкие ручонки свои и говорит, нет, вот смотрите. А почему Путин это делает? Да потому что даже если он ударит по территории Украины или в воздухе взорвет ядерный заряд малой мощности, или ударит по острову Змеиному или еще куда-то, то, в принципе, реакция должна быть. У Альянса реакция должна быть. А Альянс, мне кажется, только думает, как ему отреагировать. То есть, разнести Россию или передать Украине там какое-то новое вооружение и убрать красные линии, Путин два-три раза ударит потом. То есть, понимаете, он просто в своей стихии, в стихии гопника и работает с позиции силы. Но прекрасный отчет Института Хадсона, спасибо им большое, говорит о том, что новая иная стратегия должна быть, стратегия храбрости, а не умиротворения. Мне кажется, крайне интересный материал и спасибо, собственно, авторам. Кстати, если вам нравится этот канал, если нравится аналитика и обзоры мировых СМИ, вы можете всегда поддержать канал. Сделать очень просто. Вот здесь в уголочке есть QR-код, его можете отсканировать телефоном. И там вписать любую цифру, абсолютно любую доната на поддержку канала. Или же еще проще есть способ. В комментарии первом под этим видео есть ссылочка, вы на нее нажимаете. И там тоже можно абсолютно любую сумму доната вписать в поддержку этого канала. Те, кто работают над этими видео, те, кто готовят материалы, всегда вам благодарны. И я персонально вам за это благодарен. Financial Times пишет, что члены Европейского союза и НАТО давят на Грецию и Испанию, требуя предоставить Украине системы ПВО. Ну, эту тему лидеры поднимали в Брюсселе на прошлой неделе. И обсуждали в Люксембурге на встрече министров иностранных дел. То есть, там дословный источник говорит следующее. Мы все знаем, у кого они есть, мы знаем, где они находятся, и мы знаем, кому они действительно нужны. Это он имеет в виду системы ПВО Патриот. То есть, при этом на Польшу и Румынию оказывается меньше давления. Но тут логично, потому что, во-первых, они тоже на границе находятся. Во-вторых, у Польши два Патриота, чисто тестовых, они там на них работают. У Румынии их четыре. Поэтому, я не знаю, зачем тут в Financial Times вообще материал включили Польшу и Румынию. Мол, они что, должны первыми давать? Но такое. Так вот, почему на Грецию и почему на Испанию? Да потому что в Греции 36 пусковых установок, а в Испании 18. И вот тут в комментариях у меня к прошлому видео спрашивали, сколько у Украины, сколько нам обещали передать. Вот сейчас нам Германия одну обещает передать установку пусковую, не батарею. Насколько я понимаю, собрав информацию из разных источников, в Украине, по крайней мере, обещали передать сначала 3 батареи. Там 12 пусковых установок. Сколько передали по факту, об этом никто не скажет, но в обещаниях звучало именно столько. Поэтому Википедия нам показывает, что у Украины 12 пусковых установок Патриот. И вот сейчас давят на Грецию и на Испанию. Поэтому у которых суммарно свыше 50 пусковых установок. То есть им они точно в таком количестве навряд ли нужны. Потому что, например, в Нидерландах 18. То есть в два раза меньше, чем в Греции. Ну еще раз подчеркну, в Польше 2. Хотя Польша находится гораздо ближе. Если учесть еще Калининградскую эту область, то вообще Польша граничит фактически. Поэтому, а в Калининградской области, в Беларуси как раз Россия нагнетает вот эти свои ядерные силы. Лукашенко передали Искандеры. Сколько там ядерных зарядов пока никто не знает. Есть ли они там вообще тоже никто не знает. Но скорее всего есть. Лукашенко задача была поставлена угрожать. Ну и вот греческий портал ProNews пишет, что Афины возможно передадут Украине ЗРК Патриот Пак-3 при условии предоставления США финансовой компенсации, а также гарантии того, что Турция на Грецию не нападет. То есть Греция фактически в большей степени держит это от нападения со стороны Турции эти системы. Но если будут гарантии Соединенных Штатов, хотя в последнее время гарантии и Соединенные Штаты это так звучит себе не очень. Но по крайней мере фух выдохнули, пакет выделили. Поэтому ждем результаты переговоров. То есть несколько пусковых установок возможно будут Украине переданы, куплены. Тем более некоторые страны предложили вообще давайте мы купим у вас. Это не бесплатно Нидерланды например. Купим и передадим Украине. Тут дело не в деньгах, потому что деньги могут быть, самих установок нет. Но вот надеюсь переговоры пройдут успешно. Вообще сам факт этих переговоров это уже большой позитив. Wall Street Journal пишет, что американцы ужесточают риторику в отношении Китая накануне визита Блинкина в КНР. Значит что происходит в принципе сейчас? Действительно Соединенные Штаты поднимают вопрос снова. Этот вопрос каждый раз когда на Китай нужно надавить, он поднимается. О геноциде против уйгуров, мусульман и представителей других этнических и религиозных меньшин. То есть это палка, которой Китай бьют постоянно. Просто когда эскалируется эта тема, значит будет давление на Китай. Почему? Но при чем здесь Украина? В том числе на Китай давят и за то, что помогает России, успешно помогает обходить санкции. Кучу всего, кучу товаров двойного назначения, станки, платы, вплоть до ракетного топлива. Ну в общем кучу всего поставляет, держит на плаву российскую экономику, покупая российские энергоресурсы. В общем Китай ведет себя нехорошо и поэтому неплохо было бы надавить на Китай. Тем более вот сейчас США угрожают лишить доступа к доллару банки Китая, которые помогают военному производству Российской Федерации. Ну и в общем-то за последний год резко вырос китайский экспорт вот тех самых товаров двойного назначения, военных, что помогло Российской Федерации восстановить армию и ВПК. Так и есть. И Китай сейчас основным для России является поставщиком схем, деталей для самолетов, машин и станков. То, о чем мы с вами уже говорили. Ну в общем Китай очень хитро себя ведет. В декабре Байден подписал указ, который позволит Минфину американскому вводить санкции против банков. И тогда, значит, хитро выдуманный Китай, крупные китайские банки отказались от участия в сделках. У России возникли там проблемки кое-какие, но их место заняли известные такие региональные кредитные организации, которые мало работают в долларовой экономике и следовательно меньше опасаются санкций США. То есть перекинули на мелкие, большие крупные госбанки сказали, нет-нет, мы не работаем, а через мелкие продолжают работать. Ну и что поразительно. В Соединенных Штатах многие политики, Трамп в том числе, называют Китай угрозой, Китай называют врагом, против Китая нужно политику сдерживания применять и так далее. Так вот сейчас, мне кажется, самый удачный способ применять политику сдерживания, санкционного давления, санкционных ударов против Китая, потому что есть официальная причина – война и помощь Китая, Российской Федерации, помощь в обходе санкций. То есть, если это мирное время, то просто так вот взять и ввести санкции против китайских крупных банков, с чего бы это вдруг? Никто не поймет, даже партнеры не поймут, мол, так не работает, так не делается. А вот сейчас, пользуясь тем, что у тебя вот есть угроза твоя, так ты бери и лупи почем зря, просто. Понятно, что глобальная экономика там отразится, и в том числе там и на своей валюте, на каких-то там котировках, курсах, на сырьевых рынках, но у вас другого шанса, такого, где Китай будет в такой слабой позиции находиться, из-за своей нейтральности к России, у вас другого шанса может и не представиться. Почему так слабо используется санкционная политика главному помощнику России, мне сказать сложно. Тем более, в открытую многие американские политики говорят, вот это главная наша угроза, вот она, надо с ней что-то сделать, так делайте. Более удобного периода, мне кажется, что и представить-то сложно. Но, надеюсь, и все это, вот к тому первому материалу, про который мы с вами говорим. Стратегия храбрости. Байдену просто нужно распечатать стратегию храбрости по пунктам. Там есть все, что нужно. Где бить, куда бить, что передавать, какие цели, какие красные линии выкинуть на помойку. Все есть. Распечатайте, просто идти по этим пунктам. Да. Ну и напоследок, друзья, одна из прекрасных новостей, как мне кажется, после одобрения пакета, ну, точнее, голосования за пакет помощи в палате представителей, Великобритания объявила о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере 617 миллионов. Значит, что в меню, как говорится? 60 лодок, рейдовые, водолазные катера, морские пушки, ну и так далее. Более 1600 противовоздушных ударных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow. То, что нам крайне необходимо сейчас. Ну и более 400 единиц техники, из них 160 транспортные средства, Хаски защищенные, 162 бронемашины, 78 вездеходов, 4 миллиона патронов к стрелковому оружию. Главный вопрос. Что происходит? Почему пакет за пакетом? Почему все рекордные какие-то пакеты начали выделять Украине? Ну, понятное дело, что, скорее всего, это связано с предстоящим наступлением Российской Федерации, которое, по словам Буданова, ожидается на лето. По словам американских источников, конец весны, начало лета. Буданов говорил, что это в июле будет, может произойти. Все понимают, что для России, скорее всего, это будет какое-то вот прям все, бросает все ради достижения цели. Какая цель может быть? Ну, кто-то прогнозирует, хотят окружить Харьков. Сами россияне говорят, пойдем отрезать все при Черноморье. Не зря этот, значит, Медведев с Путиным постоянно трындят про Россия, Россия. Одесса, русский город, русский город вообще при Черноморье никогда Украине не принадлежало. Это там, ну, а у них там своя история, матрица путинской истории. Многим из вас известно. Вынуть некоторые факты и соединить их так, чтобы картина мира стала похожа на твою. Поэтому, значит, вот в преддверии этого наступления решили вооружить Украину. Главное, чтобы все это успело поступить. Для Путина, мне кажется, это такой неожиданный удар может быть. Брошены огромные средства на дезинформацию, на кампанию по дискредитации помощи Украине. И тут, во-первых, провал один геополитический. США одобрили пакет. И тут Великобритания, Франция активизировалась, Германия активизировалась. То есть Европа и США показывают, что решительно будут помогать Украине. Это правда. Сейчас вот вопрос, когда и какие атакамсы приедут, крайне важно нам тоже, потому что проявили они себя чудеснейшим образом. И получается, что Путину придется корректировать свои планы по наступлению. Если честно, с разными экспертами я пообщался, и то, что Россия сможет окружить Харьков, то есть вот то, что сможет лупить более интенсивно по жилым кварталам, если захочет, то сможет. Но взять или окружить Харьков, или пойти дальше туда, Днепр, Николаев, Одесса, не знаю, какими силами, но я думаю, что у Путина такие планы есть. Или имитация этих планов для принуждения к переговорам с позицией Российской Федерации. Поэтому спасибо Великобритании, Франции, Нидерландам, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, всем, кто нам помогает, Германии, Соединенным Штатам. Всегда мы говорим спасибо. И то, что понимают угрозу и наконец-то после долгого промежутка времени активизировались, в этом вам большой респект. Берегите себя, берегите своих близких, мирного нам всем дня и, конечно же, слава Украине. Субтитры создавал DimaTorzok